девочки привет это влог как давно меня тут не было врываюсь к вам без макияжа с прыщом но сейчас мы это с вами будем исправлять будем делать макияж я собираюсь на урок вождения только что вышла из душа высушила волосы феном и собственно все вот хорошо лежат хорошо блестят купила себе сейчас покажу у меня закончился мой спрей от оллин захотелось ничего-то новенького я вспомнила что я в школьные годы пользовалась вот такой вот пшикалка для волос от глискур они все наверно хорошие но вот это она просто пахнет пахнет чем-то что-то на богатом ну лично для меня вот такой аромат у нее прямо очень классный даже пашка я вечером легла в кровать он прислал несколько а тебе так приятно пахнет это вот эта штука кто пользовался напишите а мы девочки приступаем к макияжу ой что-то у меня тут кокнуло прямо на руку крема icon skin ни о каких массажных линиях и речи не идет возможно в 50 лет я об этом пожалею девочки чего пока крашусь давайте потрещим поделюсь последними новостями значит что у нас новенького у нас доме начали менять лифты и я теперь хожу пешком поднимать до седьмого этажа уже с этажа 5 я начинаю нести свой живот в руках кстати про живот смотрите как мы выросли но просто кому интересно прибавка весе у меня уже с ума сойти не 9 килограммов не больше не меньше до родов написано 40 дней по календарю я стараюсь не думать о том что мне предстоит пережить первые роды мне не страшно потому что я не знаю чего ожидать и как бы конечно я знаю что там мы не кайфанем с вами вы герой кто решается на вторые роды это просто с ума сойти когда ты знаешь через что тебе придется пройти и решиться на это второй раз просто трэш девчонки кто беременный второй раз третий раз передаю вам большой привет желаю всего самого классного чтобы у вас все роды прошли легко и беззаботно намазала губы вот такой барзам купила кстати классный а и вид он прям написано жирный исходя из этих характеристик взяла реально классная она очень хорошо увлажняет так что девочки пахнет кокосиком чего у меня еще из новостей из симптомов беременных у меня в принципе то ничего не поменялось но у меня чуть чуть фу все невзгоды обошли меня стороной вот эти неприятности единственное что бывает изжога но мне помогает пару глотков молока и все как рукой снимает и еще я заметила у меня был такой симптом мы с друзьями ходили в субботу в боулинг а в коф-боулинг девочки что-то у меня совсем уже помутнение какой-то короче ходили в бильярд ну вот погоняли шары и мы на два часа ходили я значит там все на ногах скакала этой палкой махала значит и потом мы пришли с друзьями к нам домой дегустировать торт я делала торт своими руками наполеон кстати получилось очень даже ничего но для первого раза вот у меня подружка она кондитер и тоже в принципе сказала что для первого раза это очень даже неплохо но это такая морока девочки кто кондитер это такая ответственность это просто жесть вот и значит я съела два куска торта на ночь немного немного ли десятка тебе тонального крема у меня такой спонж я его намочила разносим и собственно уснула я на одном боку на правом я знаю что советуют спать налево но я легла на левый и у меня дочь начала кувыркаться как просто я не знаю там что за танцы дикие вот и значит начала на выплясывать и я ушла на правом боку еще и руку так вот подложила себе и собственно всю ночь проспала на правом боку и проснулась девочки заметила что у меня правая стопа и правая ладонь они просто отекли они превратились мини сосиски да не сильно но отекли на фоне этого случилась паника я давай гуглить написано надо меньше пить там какие-то бурсничные листы еще чего-то но я написала своей маме она у меня работает медсестрой собственно у нее там много коллег всяких врачей вот и она мне говорит нюси тыг раньше времени то не кипишу это гритмир на одном боку поспала я реально подумала мне отек то с одной стороны и короче наверное мои съеденные тортики на ночь глядя два куска сожрала представляете в одну харю наверное съеденный торт и то что поспала на одном боку у меня привело вот к отекам и слава богу чуть-чуть у меня больше такого не повторялось я надеюсь что я беременность дохожу нормально у меня не будет такой проблемы с отеками потому что я знаю что кого-то и раньше времени начинают вызывать роды вот что-то трещу с вами надо запить во рту пересохло аж кстати смотрите тональник то ничего такой не скажу что у меня идеальная кожа прям чтобы показывать но лег отлично мне нравится у меня кожа жирная поры широкие вот но лег он ничего я наносила на увлажненную кожу под глазами до пустовато немножко выглядеть консилер нанесем ведь ведь и собственно почему я так надолго пропала и вообще почему снимаю на фоне туалетной бумаги девочки у нас начался ремонт ванной пашка там шкаблит стены все работенка пыльная грязная но чего поделать надо успеть всю ванну делать до родов поэтому собственно и то что лифты ремонтируют у нас опять эпопея тут с включением горячей воды значит было кто подписан на мой телеграм-канал тому моё стендап шоу уже заценили в голосовых кто не подписан на мой телеграм подписывайтесь ссылку оставлю в описании вот и собственно меня это значит как-то все удручало что и не помыться и не не побриться блин и чё я буду вам тут это своей грязной головой трясти в кадре так знаете чего вот лайфхак от меня может быть все так делали но я до этого так никогда в жизни не делала пальчиком притаптывайте и смотрите эффект ламинирования бровей гель лавель 100 рублей улыбка радуги вот смотрите прям эффект эффект ухоженных бровей получается я прям вот сюда вот на основании брови побольше наношу что-то у меня столько мысли опять я включила камеру девочки нельзя надолго пропадать потому что потом не начинается какой-то словарный понос эта тетка плюс 9 килограмм у меня срок сейчас 34 недели но конечно же я не скажу что я себя морю голодом по пп в моем рационе не пахнет я себе ни в чем не ограничиваю просто питаюсь как обычно я ничего своей жизни не меняла собственно вот ну может быть поэтому прибавка весе в 9 килограмм вот но я считаю что выгляжу неплохо так с румянами не переборщиваем а то я люблю я любительница переборщить и ходить потом как морфушенька душенька так и на нос вот так вот эти все свежий вид себе придали и хватит собственно как проходят мои будни в декрете я кайфую просто я отдыхаю занимаюсь готовкой пику пироги прибираюсь дома мне сейчас очень интересна тема организации пространства вот я на каждый день какие-то вещички перекладываю с места на место органайзеры не органайзеры значит вот собственно вот такими вещами я и занимаюсь высыпаюсь хожу в больницу и уроки вождения у меня собственно это все чем я занимаюсь своем декрете ночью рукодельничаю занялась вышивкой девочки все привели себя в порядочек тональный крем кстати лег вообще очень даже не дурно у кого жирная кожа тоже присмотритесь ну и кто пользуется конечно тональными кремами так филе как обычно облюбовал мою подушку для беременных на улице мои дорогие зима зимняя сейчас покажу вам быстренько открыла балкончик показать вот у меня тут замерз замерзли все стекла на балконе оцените как выглядят деревья ну и чего девочки давайте покажу вам новшества которые вообще у нас изменились во первых шумоизоляция которая нас слабенько спасает от нашего соседа который хреново положил себе полом просто на голые доски ламинат постелил все скрипит мы слышим каждый его стук дальше пашка поклеил обойки в коридоре тут поклеил тут поклеил если что эта стена у нас нетронутая потому что видите что тут у нас трубы канализационные сейчас которыми мы тоже будем заниматься и здесь паша выравнивал стену цементом потому что она была вообще вся косая кривая и собственно тоже она поклеится дальше смотрим тут все поклеили сверху проводка тут потолком натяжным закроется вот видите да он тут все тоже занимался я в эти дела не лезу купили вчера новую дверь для туалета мне девочки писали хороший совет что можно в принципе эту покрасить но вот это она уже такая старомодная что решили что ладно заменим ее вот кухонка но на кухне собственно ничего особо такого не поменялось как вот как было так и осталось там у меня кусок свинины размораживается в раковине будем сегодня делать котлеты на улице сегодня ну просто зимняя сказка я спряталась свои два капюшона чтобы точно не замерзнуть откатала сейчас урок вождения очень даже ничего я сейчас по пути зашла в магазин купила продукты для творожного пирога так что девочки сегодня с вами будем готовить вкусный пирог типа чизкейка еще на седьмой этаж подниматься без лифта ну ладно в декрете так активности не особо много шевелимся и не жалуемся девки я значит сегодня на ужин буду готовить котлетки котлетки взяла свиной фарш единственное что не круто девочки это мыть потом все эти мясорубные части вообще не круто никакого удовольствия не доставляет но зато доставляет удовольствие как это ты знаешь что у тебя там фарша нету примеси каких-то рогов и копыт и мясо свежее вот столько у меня котлет получилось эти я приготовлю сегодня а вот эти отправлю в заморозку такие у меня лепешки здоровые такие вот они румяненькие получаются прикольненькие я налила чуть-чуть водички чтобы они пропарились и поставила картошечку на пюре мы продолжаем наше кулинарное шоу сейчас будем делать с вами начинку для моего супер быстрого супер легкого пирога без заморочек я взяла две творожные массы они очень сладкие с изюмом вот и взяла пачку творога девяти процентного обычного водкового зернистого тут 300 грамм значит просто вываливаем это все к творожной массе я вместо сахара чтобы добавлять сахар просто добавляю две вот такие вот творожные массы дальше в эту смесь мы разбиваем 2 яичко куриных так ведь ведь перемешиваем всю вот эту маску перемешиваем и потом чтобы наш зернистый творог приобрела такую более кремообразную консистенцию будем перебивать это все в блендере девочки меня тут еще такой творожок есть ананас банан я его давненько что-то не ела и не особо наверно захочется я всегда добавляю по настроению у меня иногда сгущенка вход идет иногда идет сметана и включаем блендер что у меня пятна заложила девочки вот еще одна побочка беременности чтобы не постоянно закладывает ну я его промываю физраствором включаем блендер или как-то миксер я постоянно их путаю миксер это миксер филя филя как обычно внизу у стола ждет ждет моей ошибки пока что нибудь уроню все девочки вот такая вот кажется у нас получилось она однородная девочки дальше для приготовления вот этой вот основы из печенья нам собственно требуется печенье юбилейная я взяла вот такую большую пачку миска и ступка и начинается самое неинтересное занятие нужно растолочь эти печеньюшки этой ступки а может кстати мы в пачке тут сейчас это попробуем подолбить а потом успеем так подождите у меня там пюре убегать и просто вот так вот их вот так вот их беспощадно давим я себя чувствую каким-то шаманом или ведьмой знаете которая травы этой ступкой перемирает в любом случае девочки это легче чем замешивать тесто поэтому проще печеньку со сливочным маслом потом мы растут ли сливочное масло с этим печеньем смешаем и дальше покажу что будет перемешала со столовой ложкой растопленного сливочного масла вот у меня такие комочки получились влажные смазала чашу мультиварки тоже сливочным маслом чтобы легче отставала ну и все девочки сейчас будем распределять вот эти печеньюшки по нашей чашу мультиварки распределили и дальше лопаткой выкладываем нашу начиночку вот девочки у меня получилось вот так там тут вкрапление это изюм из творожной масла там плавает так ну с приготовлением ужина мы закончили котлетки пюрешки я кстати не люблю хранить готовую еду в кастрюлях мне бесит хранить холодильники почему-то вот эти вот громоздкие сковородки кастрюли я все всегда приготовила переложила в контейнер и помыла все и забыла что в следующий раз уже брать чистенькую кастрюльку у меня там мультиварки готовится пирог я поставила на режим выпечка на час ну чего скажете павел вот девочки на вид по вкусу вкусно пробуй быстрее котлетку дегустируйте нужен ваш вердикт у нас соленый огурчик девочки вот такой пирог получился глядите вообще просто класс филиппа корм так что вот так мои дорогие пожелайте нам приятного аппетита все приступаем к трапезе пашка чё будешь делать после ужина расскажи нам что именно краску со стен вот пашка вам попозже покажет там свой процесс прогресс почему а чё такое чё за дрянь очень плохо снимается очень плохо но вы девочки трудности девочки посоветуйте нам как снять краску эффективно и быстро девочки посоветуйте но паша как ты думаешь ты успеешь до моих родов успеть успеешь успеть сделаешь да ну все девочки ждите просто чудесного преображения все я кушать учим филю новым навыкам новой команды или нельзя нельзя можно вот молодец вилечка я его кусочком яблочко пустил девочки это новый день сегодня суббота если верить моему акушер скому календарю то сегодня малышка размером со среднюю дыню и у меня началась тридцать пятая неделя до из 30 до 35 недель ровно я вам тут в телеграме значит рассказывала что я занялась распечатыванием фотографий эту и думал потом малышка у нас появится дочечка и там будет миллион других фотографий надо будет новые альбомы начинать и значит пока у меня тут не сильно много фотографий накопилось тут за пару лет я значит занялась распечаткой оформлением альбомов вот это все что у меня не влезла еще в альбом у меня тут с работы мои такие моменты очень красивые хорошие такие так покажу вам мельком просто классные фотографии настюшка привет если смотришь это видео тут у меня фотографии просто которые не влезли в альбом такая кошка красотка хорошие фотографии такие моменты пашка тут в анапе я короче нас тут распечатала ну так знаете чтобы на память такие моменты были а тут то просто ну просто звезда потом буду пока скажу это мамочка тобой до беременности за пару месяцев до беременности тут я в анапе зацените как у меня были длинные волосы это получается почти два года назад полтора года назад а потом меня черт дернул блогинку покраситься и сжечь все на хрен ну ладно сейчас занимаемся восстановлением сначала нам друзья подарили на годовщину свадьбы вот такой классный альбом на кольцах и тут его надо в общем самим оформлять можно прикольно как-то там подписи делать наклейки клеить начинается все фотографиями с нашей свадьбы такие счастливые нас двадцать втором году была свадьба девки угадайте сколько стоит это платье она сидит я считаю отлично она стоит внимание две тысячи рублей свадебный салон короче у нас есть такой не не особо популярный там была ликвидация старых коллекций а я прямо такое и хотела прям классный корсет он был вышед бисером две тысячи представляете я даже по моему обычно платье следующий купить я свадебные урвала но у меня на самом деле открою вам секрет у меня было два свадебных платья одно стоило 15 но я очень сильно похудела перед свадьбой вот тут у нас фотосессия была выездная регистрация очень красиво классно вообще так пересматривать вспоминать нам такой альбом подарили друзья на годыщину свадьбы вот кстати девочки это платье за 15 тысяч я все-таки его надела но на фотосессию оно такое не свободное немножко было на фотках не видно тут сам кульминационный момент пашка надевает мне кольцо моя бабушка мама у паши мама пашка у меня тут такой красивый сидит я все фотографии показывать не буду тут мы это я ведь девочки пыталась рисовать пыталась рисовать как бы ну собственно и художник из меня не особо тут мне до 19 лет 20 исполнилось так расскажу как будто мне уже 50 то только мера начала наших отношений погодние странички с пашкой то такие красивые тут дома на фильку пытались колпак напялить короче прикольные такие моменты очень приятно когда фотографии распечатанные что можно по-любому разложить потом с гостями посмотреть друзьями посмотреть полистать тоже какие-то моменты по вспоминать очень приятно а тут последняя страничка смотрите у меня такая что вот пашки 27 исполнилось и я беременяжка уже написала продолжение следует вот и собственно будет следующий львом в который я уже планирую вклеивать фотографии с нашей доченькой хотела записать момент до чтобы вы посмотрели как у нас сейчас выглядит ванна на данный момент вот девочки вот так вот сейчас выглядит наша ванна жесть вот это все надо тоже будет убирать будем делать короб тут тоже пашка розетки новой сделал о трэш тут мы сколупали всю краску пашка тут нужны такие усилия девочки эстетика в моем блоге вышла из чата ну что ж друзья я буду заканчивать этот влог мне будет приятно пообщаться с вами в комментариях обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте пальцы вверх это очень помогает продвижению моих видео моему каналу ну и безусловно это мотивирует меня на создание новых видео я желаю вам всем отличного настроения еще раз благодарю за просмотр и для встречи в других видео роликах всем пока пока